Я вам мог рассказывать про то, как я гулял по интернету, наткнулся на эту передачу. Однако, зачем нам эти прелюдии? Просто посмотрите на тему, и вы сами всё поймёте. Советую автору передачи загуглить такое слово, как «рудименты». Меня вообще забавляет такая тема, что он уточнил типа «два, два, не три, не четыре, а два». Что ж, я думаю, все узнаете, что у человека в клетках 46 хромосом, но в половых клетках у вас по 23 хромосомы. Как только образуется зигота, в ней оказывается 23 хромосома от матери и от отца. Так уж повелось, что последние пары хромосом обозначают как «Х» и «У». Если у девочки, то у вас 2 «Х» хромосомы, и вы нас не интересуете. Это сейчас так двусмысленно звучало, конечно. Если же у вас «Х» и «У», то вы, вероятнее всего, мальчик. И фишка заключается в чём? Первые два месяца «У» хромосома неактивна. Вначале плод формирует именно «Х» хромосома. Через два месяца просыпается «У» хромосома и вступает в действие, продолжая формировать будущий организм вместе с «Х» хромосомой. Но за эти два месяца уже появляются соски. Примерно так это и работает. Либо учебники про происхождение человека чего-то нам недоговаривают, либо чем не шутит Всевышний. Кто-то с хорошим чувством юмора на нас ставит опыты. Ебаный мистер дудец! Этому паяну, наверное, лет сотни! О, ужас! Это же рептилоид рептилоидович! Какие же кознечевищества придумали этот раз? Может быть, увеличить уровень нукле кислого газа в атмосфере? И затем увеличить насекомых в размерах? Или же ещё лучше! Возвратить древнейший вид динозавров! Или же раскрыть первобытным племенам тайну ядерного оружия! И посмотреть, как сообщества человеков поведут себя в условиях не развитых идей гуманизма! Мужские соски! О, ужас! Только посмотрите на это существо! Рост всего 70 сантиметров! Узкие плечи, длинные, словно ласты, ступни! Большая голова, без единого волоса и огромные глаза! Такое изображение учёные получили после того, как реконструировали необычные останки, найденные на острове Флорес! Странное существо палеонтологи окрестили хоббитом, человекоподобным карликом! А после заявили, эти гномы могли быть нашими предками! На самом деле, подобного о хоббитах никто не заявлял, они не были нашими предками! Эти и другие факты позволили учёным выдвинуть сенсационную гипотезу! Первобытную землю населяли хоббиты! А всё потому, говорят учёные, что на заре человеческой истории была невероятно высокая плотность населения! До глобального катаклизма, который описан в древних текстах, Земля была перенаселена! В результате, эволюция пошла не по тому пути! Так, ребят, мне кажется, или вы отошли от темы! А это может означать, что нас ожидает то же, что и наших далёких предков! Ведь население Земли неминуемо растёт, а значит, рано или поздно это отразится на нашем облике! Серьёзно? Сначала мы уменьшимся в росте, при этом размер головы останется прежним! Иными словами, мы будем похожи на головастиков! Но не это самое страшное! Неужели у мужчин увеличится размер груди и весь мир будет заполнен трапами? А затем и вовсе станут передвигаться на четвереньках! Трапы, передвигающиеся на четвереньках! Нас ждёт ужасное будущее! Вот посмотрите, в этой семье все передвигаются исключительно на четвереньках! Но правильно всякие форчаны подписываются! У этих людей упрощённая структура мозга! В нём отсутствуют целые участки, которые есть у здоровых людей! Да это уже пацанские паблики! Но могут ли четвероногие люди стать началом новой эволюционной ветви человеческого рода? Исходя из названия, она вряд ли! Посмотрите, это не просто человекоподобный гуманоид, придуманный фантастами! Перед вами существо, которое могло населять Землю в эпоху Юрского периода! Не правда ли чем-то напоминает нас с вами? Рядом его предок, вымерший представитель динозавров! Ребят, вы чутка промахнулись, и динозавров не было со скоб! Нам динозавры более близкие родственники, чем обезьяны! Чувак! Динозавры даже млекопитающими не были! Только посмотрите на эти следы, подозрительно напоминающие человеческие! Да вообще один в один! Только, сука, вы отошли от темы! Совпадение? Случайность? Не думаю! Долгое время современная наука утверждала, что динозавры погибли из-за падения на Землю гигантского небесного тела! Якобы 10-километровый астероид ударил по территории современной Мексики, и в результате мир погрузился в хаос! Проснулись вулканы, и тонны раскаленной лавы хлынули на материки! А у мужиков появились соски, да? Нет, чтобы вы понимали, вся эта хинея для меня идет где-то минут 15! 15 гребаных минут! Они говорят, что динозавры не вымерли, а люди жили еще времена юрского периода! И ни одного слова по теме! Те рептилии, которым удалось выжить в первые минуты катаклизма, все равно не пережили глобального похолодания! А вот были бы у них соски-то, ого-го-го! 65 миллионов лет назад, где-то вблизи Солнечной системы, произошел невероятной мощности взрыв! Огромная раскаленная звезда, такая как наше Солнце, выбросила тонны горячего звездного вещества в открытый космос! Как это относится к теме?! Эта вспышка породила мощнейшие потоки радиационного излучения, губительного для всего живого! Смертоносные лучи накрыли первобытную Землю! Последствия такой катастрофы были ужасающими! Ведь в генах всех живых существ под воздействием сильнейшего космического излучения произошли необратимые изменения! В конце концов, у динозавров осталось мало общего с их предками, а на свет стало появляться совершенно иное потомство! Это были существа с хрупкими костями, длинными конечностями, тонким телом и небольшой продолговатой головой! Забавно, но в самом начале передачи заявлялось, что люди жили чуть ли не в юрском периоде бок о бок с динозаврами и выгуливали своих домашних динозавров по всей планете. Теперь они утверждают, что люди произошли от динозавров после, собственно, их вымирания. Но, опустим, даже некоторые логические несостыковки. Допустим, в качестве бреда человек произошел от динозавров, ладно. Как это относится к теме передачи? Как это отвечает на заданный вопрос? Раньше, причем, да, они любили задавать какой-то вопрос, потом уходили в какие-то дебри вообще, что там когда-то атланты что-то построили, а до этого еще метеорит упал на планету и бабах, что-то происходило. Но в конечном итоге они подводили все это к теме передачи. То есть, в любом случае, ты мог включить передачу на любом моменте и все-таки понять, о чем идет речь. Тут же они игнорируют тему, они просто рассказывают о рептилоидах. Даже я, когда пародировал их передачи, я не доходил до такого. Адам Дуглас ошибался. Ответ на вопрос о жизни, смерти и всем таком не сорок два, а рептилоиды. О, думатель, мы просим тебя дать нам свой ответ. Ответ на что? На вопрос жизни, вселенной и вообще. Мы хотим получить ответ простой и ясный. Вот простой вопрос. Извините, что я его задаю, но вы когда-нибудь думали, для чего мужчине на груди два соска? Он ведь не кормит. Более того, не так давно американские исследователи в древнем тексте Хагада, в котором содержится пояснение к Библии... Ну куда уж тут без Библии-то? Мужские соски без Библии-то вообще не разобраться. В одном из отрывков сказано буквально, что тела первых людей, Адама и Евы, покрывала ороговевшая кожа. Чёрт, сука, не палите контору. Но самое шокирующее в том, что вопреки сложившемуся мнению, не все динозавры словно пернатые откладывали яйца, чтобы продолжить свой род. Учёные говорят, они были живородящими. То есть их младенцы появлялись на свет так же, как человечески. Есть ихтиозавры. Любой нормальный палеонтолог тебе скажет, что ихтиозавры не относятся к динозаврам. Это даже в детских энциклопедиях пишут. Но кого вы подбираете в экспертную группу? Это рыба-ящеры переводится. Они явно были живородящие. Я, наверное, кого-то удивлю, но живородящие рептилии это не такая уж и уникальность. Даже среди рода лесных ящерок есть виды живородящие. Более того, есть виды млекопитающих, которые откладывают яйца. Ящерицы есть живородящие. Уж ближе к динозаврам. Ящерицы живородящие. И именно поэтому мы ищем есть соски. Если гипотеза, согласно которой все мы потомки динозавров, верна, то это может означать, что на заре человеческой цивилизации люди не слишком отличались друг от друга. Не пали контору. Человеки не должны знать, что все китайцы рептилоиды. Невероятно. Но из нескольких тысяч человеческих генов только 78 делают мужчин и женщин разными. Но самое удивительное в том, что лишь один из этих генов определяет, кем мы станем. Мужчиной или женщиной. Загребанных полчаса они дошли до этого. Аллилуйя. Но вот удивительная история. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, зачем мужчинам соски? Полчаса, дамы и господа. Гребанных полчаса. Я более чем уверен, они больше не вспомнят о динозаврах. Быть может, для красоты? Красота, сука. Исследователи выдвигают на этот счет свою неожиданную версию. Когда-то очень давно все люди были бесполыми. И только со временем мы стали превращаться в мужчин и женщин. Прикиньте, целая планета трапов. Но вообще, если серьезно, можешь абсолютно любое млекопитающее взять. Всегда у мужской части будут тоже соски. Будь то собака, кошка, какой-нибудь примат, мышка. Неважно. Это не новость в мире млекопитающих. Более того, если у тебя в теле есть какой-то орган, какая-то часть тела, не обязательно, что оно выполняет какую-то функцию. Элементарный пример те же рудименты. Та же ушная мышца, она тебе нахрен не сдалась. Ты спокойно сможешь жить и без нее. В том же глазу слепое пятно, но существует как раз таки потому, что твой глаз охренеть какой не идеальный. Кстати, да, простой тест на псевдонаучность. Если у сотрудника в подписи, кем он является, написано РАЕН, значит вас пытаются надуть. Потому что РАЕН это не научная организация. Туда можно попасть просто заплатив. Научная организация это РАН. Вот посмотрите, это известная актриса Скарлетт Йоханссон, а рядом актер Кристофер Волкен. Ничего себе сходство. В это трудно поверить, но исследования российских ученых говорят, что первопредок всего человечества был однополым существом, у которого вместо рук были щупальца. Я видел хинтай, который начинался точно так же. К такому поистине шокирующему выводу ученые пришли после того, как изучили нервную систему вот этого морского обитателя и обнаружили невероятное сходство с человеческой. Скрытый код генов, который смогли прочесть только специалисты, показал, наши предки были похожи на осьминога, передвигающегося по суше. Стоп! Пару минут назад вы говорили, что люди произошли от динозавров. Теперь от осьминогов? Блять, я ей терпится! Я сдаюсь нахуй! Это слишком!